На этом уроке мы проведем морфологический разбор 12 аэта И воздвигли мы над вами 7 твердынь, то есть 7 твердых небес Альвау – это харф, значит пропускаемого, так как эта наука не рассматривает подобные слова, хуруфы, то есть все слова с неизменяемым окончанием, к которым относятся все хуруфы, предлоги и частицы, без исключения Бана – глагол прощающего времени, в данном случае банайна, он с суконом на конце, так как к его окончанию присоединилось местомение, которое имеет огласовку, огласованное местомение подъезжает араф Согласно правилу, которое гласит, что если к концу глагола прощающего времени присоединяется огласованное местомение подъезжает араф, то на конце этого глагола будет сукон Если у нас глагол прощающего времени имеет 14 форм, и в 9 из них присоединяется огласованное местомение подъезжает араф, значит сукон на конце этого глагола будет в 9 случаях, с учетом повтора в одной форме Банайтума, например, банайна, банайту, банайта, банайти, банайтун и так далее Глагол бана, в основе баная, это То есть это трехбуквный глагол, первообразной формы, то есть без добавления То есть это нездоровый глагол, образно говоря, неправильный глагол Из-за наличия на конце слабой буквы, больной буквы Я Здесь мы объединили эти два термина Так как эта причина в каждом из них одна и та же Это наличие больной буквы на конце То есть его лам, его третья корневая буква, это слабая буква Или скажем, больная буква Я Здесь мы на примере этого глагола сможем увидеть, почему эта буква Я, а также вау, название этим названием, больная буква Так как из-за этих букв, так же как состояние больного человека, глагол подвергается всякого рода изменениям То есть баная, это глагол действительного залога, сообщает о том, кто совершил действие, а не о том, на кого падает действие Признаком действительности залога в данном глаголе является фатха первой буквы этого глагола То есть баная, это переходный глагол, глагол, который имеет прямое дополнение Как мы видим в этом аете, банайна, мы воздвигли, кого что, банайна сабан, воздвигли семь, то есть семь твердынь То есть для полного понимания смысла и значения этого глагола, этот глагол предполагает упоминание того, по отношению к чему и было совершено данное действие, то есть построение или возведение Основа глагола баная, это баная, по форме или по модели фа'ля Но как баная превратился в баная? Мы уже упоминали правило, которое гласит, что если буква я или вау будет огласована, причем любой огласовкой А предшествует же им буква будет огласована фатха, строго фатха, в этом случае мы меняем букву я или вау на букву алиф для легкости Значит здесь баная, тахаррука тильяу, буква я имеет огласовку, то есть огласована Ван фатха ма кобляха, а предыдущая буква имеет фатху, огласована фатха Факулиба тильяу алифа, поэтому по этой причине буква я была заменена на алиф Стоит отметить, что данное правило замена букву ау или я на алиф при наличии данного условия То есть если каждая из них огласована, а предыдущая буква огласована фатха Так вот это правило имеет широкое применение как в глаголах, так и в именах Трех буквенах, четырех буквенах, пяти буквенах, шести буквенах Например, джарая и джара, сакая и сака, бакая и бака, аджрая и аджра Это для четырех буквенов Таманная и таманна для пяти буквенах, исташрая и исташра для шести буквенах То же самое и в именах, например, альфатаю и альфата, альасаву и альаса Альмаджраю, альмаджра, альмутавафаю, альмутавафа, альмустатнаю, альмустатна Это были примеры замены букв я или ва имеющихся на конце слова, будь то имя или глагол При наличии этого условия огласованность каждой из этих двух букв вместе с фатхой предыдущей буквы Но данное правило применяется не только на конце слова, а в середине тоже Например, известное слово саадатун, в основе было саадатун, господа знатные люди, уважаемые люди Бааатун, баяатун, торговцы Мусауатун, в основе было мусауятун, равенство Мухтарун, основой был мухтайярун или мухтайирун, а также мухтайрун тоже Во всех этих словах применено одно и то же правило Вау Илья имеет огласовку, а предыдущая буква огласована фатхой По причине чего, из-за чего каждая из этих букв была заменена на алиф На этом все на сегодня, иншалла продолжим на следующем уроке